Привет, друзья! Продолжаем мы с вами знакомиться с реновацией в Головинском районе, здесь вот на севере Москвы. Это метро «Водный стадион» здесь. И Кронштадтский бульвар. Вот это здесь. Вот это, кстати, здание под угрозой сноса, которое непосредственно примыкает к метро «Водный стадион». Это здесь был завод «Грамзаписи» когда-то в советское время. Ну, сейчас вот видите, она аренда, там ломбарды всякие, магазины. Ну, а здесь уже все, видите, снесли. Снова компания «Пик», которая строит по всей Москве здание. Здесь находилась автобаза, завод «Сатурн» там подальше. Вот, выпускал рыболовные принадежности, всякие туристические инвентарь. Ну, здесь вот автобаза была. Тоже несколько зданий находилось. И вот, видите, здесь уже все снесли. Это Кронштадтский бульвар. Вот. Так что уже мало что тут осталось. И, как видим, здесь идет строительство нового жилого комплекса. Видите, как он будет выглядеть. Вот от компании «Пик». Ну, когда его построят, уж не знаю, но построят, я думаю. Ну, это еще здание осталось, но, скорее всего, его тоже снесут. Там еще работы, в принципе, только начались. Снос произошел в этом году, не так давно. Ну, вот. Так что, да, пока идут в основном такие вот работы нулевого цикла, фундаментные и так далее. Ну, а там он строится, Ленинградка, 58. Мы уже видели этот жилой комплекс, который выходит непосредственно между Ленинградским шоссею и Пулковской улицей. Ну, а здесь находился завод нестандартного оборудования имени Матросова в советское время. Ну, да, потом в 90-е годы еще. Вот. А теперь, видите, тоже вырос жилой комплекс. Там находится Головинское шоссе. И вот здесь вот между Головинским шоссе и Краснодарским бульваром как раз и находился этот завод. Туда дальше несколько. Вот. Ну, а мы поворачиваем на Авангардную улицу. Вот она здесь начинается, как раз от Кронштадтского бульвара отходит. И сегодня будем смотреть, какие дома попали в реновацию, под снос. Здесь вот в 10-м микрорайоне Химки-Ховрина, вот этот вот микрорайон, который находится между вот этой Авангардной улицей, Флотской улицей, Смольной улицей и Кронштадтским бульваром. Вот. Здесь практически все пятиэтажки, они попали под снос по реновации. Вот. Все они кирпичные, кстати. Вот. И все были построены, в общем-то, за несколько лет, в 60-е годы. Ну, с 64-го по 68-й год, если быть точнее. Вот, собственно, их мы и посмотрим. Ну, и начнем мы, собственно, с Авангардной улицы. С этой вот. Вот, сначала вот эта Авангардная улица. Вот еще раз на новый жилой комплекс, который буквально вырос за несколько лет на глазах. И, ведь, идем по этому району. Это историческое название, 10-й микрорайон Химки-Поврина. Ну, а так это, конечно, Головинский район сегодня, в котором больше сотни домов попало в реновацию. Здесь мы уже были в этом районе, смотрели, какие дома попали в реновацию. Также на Пулковской улице, на Конаковском проезде, а также часть домов на Плотской улице и Онежской. Ну, там, в основном, новостройки и некоторые дома, которые, пятиэтажки, которые попали под снос. Ну, а сегодня посмотрим вот в этом микрорайоне. И давайте начнем, собственно. Вот, первый дом перед нами появился, пятиэтажка, под номером 6, корпус 1. Вот она довольно длинная. По авангардной улице. Там политехнику связи имени Подбельского было раньше. Ну, сейчас тоже политехнику, помните, колледж, политехнический колледж, вроде как это называется. Итак, это дом 6, корпус 1. Вот такой длинный дом. Вот, а за ним находятся два дома, поменьше, да? Вот, еще раз смотрим. Видите, необъятный дом, даже несмотря на то, что сейчас зима. Ну, это его даже сейчас плохо видно. Настолько он длинный. А за ним находятся два дома под номерами 6, корпус 2 и корпус 3. Вот. Вот это 6, корпус 3 дом. Ну, здесь вот хорошо его видно, соответственно. Вот, вот это 6, корпус 3. Ну, там детский сад. А за ним вот следующий дом, это тоже кирпичный. Это 6, корпус 2. А эти все дома были построены с 64 по 66 год. Вот, дело в том, что до 1060 года здесь был в Подмосковье. Вот, собственно говоря. И поэтому, естественно, этих домов не было. И в 60-м году, собственно, территория Москва расширилась в Домкат. И эта территория вошла в состав Москвы. И вскоре после этого началась тут такая вот массовая застройка вот этого микрорайона. Ну, и вообще все эти территории. Вот, сначала пятиэтажками, ну, а потом уже дома повыше стали строить. Хотя пятиэтажки здесь вот в этом микрорайоне преобладают. Итак, это дом 6, корпус 3. А это вот 6, корпус 2. Полуангарная улица. Ну, в советское время здесь был Ленинградский район. Ленинградский, потому что неподалеку проходит Ленинградское шоссе, которое вело в город Ленинград, сейчас Петербург. 6, корпус 2. Ну, естественно, все связано с Лениным. 6, корпус 2. Ну, а теперь мы видим вот этот дом. Да, мы еще здесь вот две новостройки уже заканчивают строительство двух домов. Видите, вот этот дом многоэтажный, 19-этажный дом, под, наверное, 10А, по авангардной улице. Это вот дом построен по инновации для переселенцев вот из этих домов. Очевидно, когда его достроят, то потихонечку эти дома начнут ломать окружающие. Ну, и, соответственно, жители туда переселять, потому что сейчас пока переселять здесь в Головинском районе некуда, в общем-то. Ну, вот это вот такие вот первенец. Сейчас мы еще на Смольной улице увидим, и вот здесь вот на авангардной. Итак, 10А, 19-этажный дом начали устроить в конце 2018 года, и вот за два года фактически его уже построили. Вообще планировали сдать уже в этом году, в 2020-м, но, наверное, все-таки еще работа пока продолжается. Очевидно, будут сдавать уже в начале следующего 2021 года. Немножко сроки не уложились. Ну, а это дом у нас, дом 8, корпус 1, вот он, пятиэтажка кирпичная. Естественно, тоже идет под снос. Вот, а там дом 10, вот он, видите, пятиэтажка, это дом 10, тоже под снос. Ну, вот это 10-е, это, собственно, все тут вот шестые дома и 8, корпус 1, это у нас 64-й, 66-й год, а вот это вот под номером 10, это 68-й год постройки. Вот это пятиэтажка, чуть попозже ее построили, 68-й год. Ну, вот, дом по реновации. Со стороны дома 8, корпус 1, видите, какой, говорится. Здесь 12 этажей, 12 этажей, а там 19-этажный корпус, то есть он как бы переменной этажности получается. Ну, сейчас так принято, любят строить, да, вот, то есть этот вот, как бы две секции, да, вот, одного дома 10А. И вот смотрим еще раз, это вот дом 10, это дом 10, вот этот вот, кирпичный, 68-го года постройки. Ну, это 10А. Вот. Ну, это 8, корпус 1, сейчас можно еще со стороны улицы посмотреть. Вот, видите, да, как бы здесь хорошо видно, да, тоже, вот. То есть две секции, да, вот это 12 этажей, там 19 этажей. Все, ну, скоро буду сдавать. Итак, еще раз, это дом 8. Ну, давайте посмотрим со стороны, собственно, проезжей части. Это Пулковская улица, здесь мы уже смотрели, вот она отходит от авангарда, идет до Ленинградского шоссе. Ну, мы уже смотрели, там реновация. Итак, это 8, корпус 1 дом. 8, корпус 1. Ну, и дальше, пойдем дальше по авангардной улице. И, собственно, здесь все пятиэтажки попали под снос, по реновации, за исключением одного дома, под номером 14. Вот, как уж он не попал, я, честно говоря, сказать не могу, потому что это тоже такая же, в общем-то, обычная пятиэтажка. Тоже кирпичная, в то же время построенная. В 60-е годы, в середине 60-х годов. Ну, вот, как-то так вот. Все попали, она не попала. Ну, вот эти дома, девятиэтажные, они не попали здесь, в реновацию. В принципе, некоторые дома такой вот серии, они попали в некоторых районах, но здесь вот они не попали. Здесь только пятиэтажки попали в реновацию, вот в этом районе. Не в районе, а в микрорайоне. Ну, собственно, и в районе тоже много, до пятиэтажей дома попали в Головинском. Вот эти все. А эти немножко позже дома построили, тоже, ну, конец 60-х, но тоже вот чуть попозже. Сначала пятиэтажки построили, а потом же добавили вот эти дома, чуть ближе к проезжей части непосредственно. А сейчас пятиэтажки, они немножко в глубине находятся. Вот. И так вот эта пятиэтажка под номером 14, она каким-то образом не попала. В реновацию под снос. Елся пятиэтажка вот на этой вот авангардной улице. Ну, вот как-то так получилось. Видно, жители не захотели. Ну, не знаю, насколько она устоит под натиском застройщика. Конечно, такой вариант тоже не исключен, в принципе. Видите, какие тут пространства достаточно большие. Ну, естественно, летом все в зелени утопает. Итак, вот это вот 14-й дом. Мы на всякий случай посмотрим. В принципе, мало ли что. Будем иметь в виду. Но этот дом 14-й не попал в реновацию. Вот, идем дальше. Вот, идем дальше. И сейчас посмотрим еще на три дома. Последних по авангардной улице, которые вот попали, собственно, в снос по реновации. А дальше авангардная, она уже переходит во Флотскую улицу. Так, давайте здесь пойдем выше. Судя по всему, детский сад новый уже, современный вид. Ну, в принципе, такая распространенная серия в Москве. Так что ничего такого необычного в нем нет. Ну вот, сейчас мы посмотрим. Вот этот дом. 20-й, видите, пятиэтажка. Ну, кстати, судя по всему, панельная, а не кирпичная. Сейчас посмотрим. Вот это, видите, тоже такая длинная пятиэтажка. Немножко она так вот углом идет, но он доходит фактически до проезжей части. Ну, а так, годы постройки все-таки, все держит. 60-е годы, середина 60-х годов. Вот этот вот дом, он попал тоже, пацану с по реновации. Дом 20-й. Вот. Авангардная улица, дом 20-й. Нет, это тоже кирпич. Покрашенный, что ли. Покрашенная. Да, ну и следующие дома 22. Корпус 1 и корпус 2. Вот 22 корпус 1, вот 22 корпус 2. Ну, кирпичные дома, как видим, да? Чуть подлиннее, чуть покороче. Ну, в сущности, они, конечно, похожи. Ну, и оба этих дома, авангардные, они и попали в реновацию. Вот. 22 корпуса 1, 22 корпуса 2. Ну, и сейчас вот еще отсюда, кстати, хорошо будет видно 20-й дом. Такой довольно необычный, кстати. Вот он, 20-й дом, видите, длинный. И несколько отличается, да, от тех пятиэтажей, которые здесь находятся. Вот. Ну, а теперь мы посмотрим один дом еще по Флотской улице. Вот, как-то вот тоже здесь затесался. Мы уже несколько домов смотрели, ну, там, ближе к началу этой улицы. А сейчас вот как раз в конце этой улицы один дом попал, а один дом не попал. Все вот эти 4 дома не попали в реновацию в этом вот микрорайоне, в 10-м, Химки-Ховрино. Это вот 14 дом по авангардной улице. Вот этот дом не попал. Вот 3-4 корпус 1, 3-4 корпус 1 не попал по Флотской. Вот он длинный, тоже такой дом. Вот еще, наверное, длиннее, чем этот 20-й дом по авангардной. Вот, 3-4 корпус 1, он не попал. А вот этот 3-4 корпус 2, он попал. Вот. Хотя они абсолютно одинаковые, абсолютно, в общем-то, в одно время построены. Ну, там плюс-минус 1-2 года, да? То есть, в сущности, в одно время строили. Ну, вот, видите, как этот попал, этот не попал. Вот, и так, 3-4 корпуса 1, 34 корпуса 2. Этот не попал, этот попал. Вот, и дальше мы переходим на Смольную улицу. Дома по Смольной улице. Ну, там довольно много домов попало по ценам по реновациям. И начнем мы с 23-х домов. Вот, перед нами дом 23, корпус 2. Ну, это тоже все дома были построены где-то с 64-го по 68-й год. Вот дом. Такой, да, достаточно тоже длинный. Ох, какой длинный, большой дом, да. Вот, это 23 корпус 2. Ну, это такой же тоже длинный, только по-флотски. 3-4 корпуса 1, но он не попал. А это вот 23 корпус 2, который попал. Ну, сейчас, может быть, как-то вот сюда отойдем. Получше будет видно. Насколько это вообще возможно. Вот, 23 корпус 2. Вот, как-то так. Представление, наверное, есть, да? 23 корпус 2. Вот такой необъятный, можно сказать, дом. Ну, и следующий за ним 23 корпус 1. Тоже попал в реновацию. И сейчас будем смотреть еще одну новостройку на Смольной улице. Это Смольная уже, да, напоминаю. Итак, 23 корпус 2, еще раз. Школа на Смольной. Ну, между Флотской и Смольной. Это обычное типовое здание трехэтажное. Вот это 23 корпус 1. А за ним, видите, вот это вот еще вырос большой реновационный дом. Еще один тоже двухсекционный. И тоже практически уже достроенный. Но еще пока не сданную эксплуатацию. Но уже тоже готовящийся. Их, наверное, прям будут практически месяц давать. Вот на авангардный 10А. И вот этот вот на Смольный 21А. Итак, это дом 23 корпус 1. Кирпичная пятиэтажка тоже попала в реновацию. Видите, здесь дома, они, в принципе, практически все одинаковые. Кроме вот такого довольно интересного дома. Авангардный дом 20. Он так несколько отличается от других домов. А это такие типичные пятиэтажки. Вот видите, 23 корпус 1. Вот видите, какой двор тоже. Видите, какие пространства между домами. Имею в виду, что они все у нас все пятиэтажные. А пространства такие, как будто бы тут огромные дома нет. Видите, как строили этот 23 корпус 2, 23 корпус 1 по Смольной улице. Ну и, соответственно, сейчас мы вот поближе посмотрим. Вот этот вот новый дом реновационный. Вот он. Тут прям буквально проезжую часть он выходит Смольной улице. Ну вот, так вот, наверное, будет видно. 21А пока ему номер дали по Смольной улице. Вы видите, тоже двухсессонный, но две секции здесь одинаковые. Вот, две секции одинаковые. 12 этажей. 11 этажей. То есть, получается, что там на авангарной 12-19, а здесь обе по 19 этажей. Ну все, в общем-то, и тоже начали его, кстати, строить, в общем-то, в одно время с тем по авангардной, то есть в конце 2018 года, да. И оба дома вот за два года фактически построили, но пока еще не сдали. То есть, сдача будет, очевидно, уже в начале следующего года. Потому что, по сути, их уже подстроили, уже во многом отделали, по крайней мере, внешне. Ну и внутренне тоже, думаю, там уже отделка во многом сделана. Так что, еще какие-то небольшие работы, доделка, и уже скоро будут сдавать. Ну и когда сдадут, вот и этот дом, и тот будет куда переселять, и, очевидно, потихоньку начнется снос уже вот этих вот остальных домов, которые вот как раз и попали от сноса по реновации. Вот такой дворик. Ну, здесь деревья, видите, частично вырубили. Здесь вот находились тоже. Ну, часть находится, конечно. Ну, конечно, летом здесь довольно много зелени до сих пор еще остается. Хотя, может, уже и не так, конечно, много, как это было раньше. Вот. Ну, вот. Так. Давайте еще раз посмотрим. Вот это у нас 23 корпуса 1, 23 корпуса 2. И дом вот этот еще посмотрит. Вот это 21 дом. 21 корпус 2. Ну, еще вот можно посмотреть дом с этой стороны. Более-менее видно, видите, как ухрапили. Вот такой вот дом реновационный. 21А пока. Он имеет номер. Это 21 корпус 2. И 21 корпус 1. Еще посмотрим. Это все вот кирпичные пятиэтажки. Середина 60-х годов постройки. Ну, здесь уже, видите, добавили потом 16-этажный. 12-этажный. Ну, они, естественно, не попали. Здесь вот в этом микро- районе исключительно попали только вот кирпичные пятиэтажки. Вот эти. Ничего. 21 корпус 2. Итак, смотрим еще раз. Вот пространство. 21 корпус 2. Вот. И сейчас еще 21 корпус 1. Посмотрим. А это вот 19 корпус 1. Вот. Он непосредственно выходит туда уже на проезжую часть. Итак. Вот это 21 корпус 1. Посмольный. И 19 корпус 1. Тоже посмольный. Вот эти дома, они непосредственно входят на проезжую часть. Ну, а эти уже вот 21 корпус 2. Они вот несколько в глубине находятся вот этого микро- района. 10-го микро- района. Химки Ховрина, напомню. Вот. Вот. Вот это у нас 21 корпус 2. А вон там 21 корпус 3. 21 корпус 3. Через такое вот большое расстояние. Видите? 21 корпус 3. Тоже такой довольно длинный дом. И ведь смотрите, какое большое расстояние между домами. Ну, а эти уже многоэтажные дома. 19 корпус 2, корпус 3. А вон там дом 19 корпус 4, который попал в подснос. Тоже кирпичный дом по реновации. В реновацию попал. Кирпичная пятиэтажка. Вот она стоит. Несколько поперек вот так этих домов. И она как раз попала в подснос по реновации. И так, это 21 корпус 3. А это 19 корпус 4. Так. Сейчас мы посмотрим. Так, вот хорошо видно, да? 21 корпус 3. А это вот у нас 19 корпус 4. Тоже неплохо видно хорошо. Ну, они не такие длинные, как некоторые другие дома. Поэтому видно них неплохо. Так, ну что ж. А теперь мы пойдем дальше. В сторону начала Смольной улицы. И посмотрим на дом 17. Вот он дом 17. Тоже кирпичная пятиэтажка. Вот это все 64-68 годы постройки, напомню. Пятиэтажки. И как видим, они все одинаковые. Ну, только 20 дом отличается. Авангардный, в общем-то все. Остальные просто они еще размерами отличаются. Какая-то больше, какая-то меньше. Ну, смотрите, тоже какие расстояния, да? Вот 19 корпус 1. Посмольный, да? И вот дом 17. И вот смотрите. Тоже прогулочные такие площадки. Там скамеечки, кормушки. Спортивная площадка, детская вон там. То есть все присутствует. Все, что, в общем-то, нужно людям. Ну, по крайней мере, основные такие моменты. Ну, вот эти еще два 12-этажных дома, которые не попали в реновацию. Итак, дом 17. Дом 17. Идем далее. И перед нами дом 9. Дом 9. Последний дом по Смольной улице. И будем уже переходить на Кронштадтский бульвар. Вот, который замыкает вот этот вот микрорайон. Ну, вот видите, как собачья площадка присутствует. Вот это дом 9. Тоже кирпичная пятиэтажка. Еще детская площадка. Да, это вот дом 17. Тоже такой длинный дом. Но тут, видите, пространство большое. И, в принципе, неплохо его видно. Вот. Дом 9. Видите, какие пространства большие. Все. То есть, тут можно гулять. Зелени, конечно, много. Вон, детская площадка есть. Пожалуйста. Так. Ну, что. И идем мы теперь уже посмотреть дома по Кронштадтскому бульвару. Так, здесь, наверное, не пройдешь. Так. Там Смольная улица. Ну, а там вот сейчас мы выходим на Кронштадтский бульвар. И там тоже около десятка домов попали в реновацию под снос. Здесь все дома только под снос, конечно. Ни о какой реконструкции речь, естественно, не идет. Потому что эти дома обычные, стандартные. Никакой ценности не представляют. Правда, так они выглядят довольно крепенько. Ну. Но реновация их тоже ожидает в виде сноса. Ну, не сразу, постепенно, конечно. Но, в общем, на них она тоже доберется. Несомненно. Ну, тоже, смотрите, какие пространства, да, здесь между домами. Там вон колокольня, ну, уже бывшая теперь колокольня, да. Бывшего казанского монастыря Головинского, который здесь находился. Здесь раньше много строений было монастырских. Ну, а через час от них осталась одна колокольня, но ее переделали теперь в церковь маленькую. То есть, по сути, в колокольне сделали церковь. Там алтарь и все такое. И поэтому сейчас это такая вот маленькая церковь, казанская. Казанская икона Божьей Матери. Вот. Так что вот так вот. Так, ну что. А это вот, и прям вот, а, снесли строение в советское время, да? А построили мы на следующем, в начале 20 века. Более ста лет назад. Ну, а потом все снесли, и вот, собственно говоря. Все, что осталось, это только колокольня, а тут у нас строили вот вокруг новых домов. Вот эти ходки. Вот видите, какая красивая площадка детская. Провозик. Дом такой, Маша-медведь. Сюжет из мультфильма. Так, ну и вот смотрим, а эти пятиэтажки, они в реновацию попали. Это дом 31, а там он дом 29. Вот, ну, то же самое, эти все пятиэтажки. 66-67 год постройки. Итак, дом 31, герпичная пятиэтажка. По Крошадскому бульвару. А он 29. Прямо вот здесь они за этой вот колокольней. Она, по-моему, до сих пор еще не толком не отреставрирована. Ну, видно, немножко почищена, конечно. Не как в советское время. Без креста. С обшарпанными стенами, для и того упадет. Но все равно еще, конечно, здесь далеко до идеалов. Итак, дом 31. И следующий, вон, дом точно такой же, 29-й, который непосредственно выходит уже на проезжую часть Крошадского бульвара. Своим торцом, правда. Ну, немножко в глубине специально, опять же, так строили, как часто бывает, чтобы снизить шумовую нагрузку. Ну, с проезжей части. А Крошадский бульвар, он такой довольно шумный был всегда. Ну, вот видите, как колокольня. Ну, по сути, это уже церковь. Вот так. Какая вот у нас колокольня. Вот это дом 31-й, дом 31-й, а это 29-й. Итак, смотрим. Дом. Видно, да, здесь? Вот, 29-й. И, соответственно, вот это дом 31-й. Два кирпичных, одинаковых, пятиэтажных дома, 66-го, 67-го года постройки. Ну, вот, собственно, сам Крошадский бульвар, проезжая часть. Итак. Так, здесь солнце. Ну, вот, неплохо видно, да? Дом 31. Так. Ну, и сразу смотрим, соответственно, дальше у нас идут дома. Вот это 27-й, а это 25-й. Вот они прям буквально друг за другом идут тоже. 66-го, 67-го года постройки. Итак. Это дом 27-й, а это 25-й. И оба дома попали под снос по реновации. Тоже эта пятиэтажка непосредственно выходит на Кронштадтский бульвар, на проезжую часть. Но это немножко в глубине. Они прям буквально друг за другом. Ну, строили фактически в одно время. Ну, по сути, это как бы два разных дома считается. Просто как бы сплетка такая, да? Соединенные друг с другом. Вот. Так. Там дом 29-й, еще раз смотрим. Ну, здесь раньше одни гаражи были. Сейчас вроде хотят их-то сносить тоже. Ну, я не знаю, что тут будут. То ли расширять будут этот бульвар Кронштадтский, то ли тоже строить какие-нибудь объекты. Насчет жилых домов я не знаю, не уверен. Ну, вот. Какие-нибудь, может быть, что-то нежилое. Ну, вот сейчас посмотрим со стороны проезжей части, как все это выглядит. Да. Итак, дом 29-й, там 31-й. Дом 25-й, там 27-й. Вот эти вот, как говорится, дома, да? Ну, и вот, собственно, сама проезжая часть. Мы по ней идем сейчас. Вот. Так, и вот здесь вот, да? Вот здесь. За 27-м домом вот делают детская площадка. Там гаражи еще старые. Здесь хотят строить новый дом по инновациям. Одна из точек. Вот еще одна из площадок, да? Сейчас два дома уже практически почти готовы уже к сдаче, да? Уже достраивают. А потом возьмутся сюда. Здесь вот хотят, вот на этом пространстве, видите? За 27-м домом. Между 27-м и 25-ми домами. Вот здесь вот хотят строить как раз дома по инновациям. Вот здесь. Вот. А дальше там вот, видите, еще пятиэтажки, которые две пятиэтажки, которые не вошли в реновацию. Не попали. Судя по всему. Вот. Еще две пятиэтажки на Крошасском бульваре. Вот. То есть я говорил, четыре дома здесь вот в этом микрорайоне не попали в реновацию. Ну, вот. Одна по авангардной, дом 14, по флотской, 31 корпус 1. 32 корпус 1. И здесь вот по Крошасскому бульвару. Еще две пятиэтажки не попали. Вот там как раз они. Вот. 25. Тоже, кстати, кирпичные. Тоже в одно время построены, но как-то вот они не попали. Ну, опять же, не знаю, не факт, что они сохранятся. Вон там. Жилой комплекс Маяковский находится тоже вот на Головинском шоссе. Недавно построили. Ну, и вот эти дома, они, соответственно, здесь вот построены на месте завода нестандартного оборудования Матросова. Вот дом 19. И еще сейчас две пятиэтажки посмотрим, которые попали в реновацию. 17 корпус 1 и корпус 2. Последние пятиэтажки здесь в этом микрорайоне. И на этом закончим. Вон они. Чуть глубиня находится. Вот это тоже будет сносить и по автосервису. Все будет сносить. Так. Вот тоже, видите, дома. Это 17 корпус 1 и туда за ним 17 корпус 2. Тоже такие же две кирпичные пятиэтажки. Еще и глубиня просто находится. И они тоже попали в реновацию. Ну, давайте просто отсюда посмотрим. Вполне понятно, как туда дальше. Не обязательно, мне кажется, идти. Вот. 17 корпус 1. И прямо за ней сразу 17 корпус 2. Туда вот. Точно такой же дом. 66-67 годов постройки. Все. Все, а дальше вот там опять же детский сад, который уже видели. И дальше там уже авангардные улицы. Опять дома 6-ые. Там 8-й корпус 1. 10-й и так далее. То есть, в общем-то, круг мы уже сделали. Да? И вот. Практически возвратились опять к началу авангардные улицы. Через Кростатский бульвар. Все. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Естественно, что все может поменяться. и 4-5 этажки пока не вошли в реновацию. Здесь вот. Там все две на Кростатском бульваре. Вот. Ну, как говорится, их тоже по идее могут снести, в принципе. Однако пока мы все-таки говорим по официальной информации. На сегодняшний день они пока в реновацию не попали. Ну, а дальше уже, конечно, будем следить за жизненным событием и в этом микрорайоне, ну, и в целом в Головинском районе. Да, и по всей Москве тоже.